Это статья про бывшее село располагавшееся на территории Москвы, про исторический район Москвы СМ Карачарова. Карачарова – бывшее село, располагавшееся ранее в ближайшем Подмосковье на Рязанской дороге. Село было включено в состав подмосковного города Перова в 1938 году, а в 1960 году – в состав Москвы. Граница села располагалась южнее нынешней платформы Карачарова, по обе стороны от современного Рязанского проспекта. Энциклопедия «Москва» определяет Карачарова как местность, расположенную к югу от одноименной платформы. Кроме того, сейчас обычно под Карачаровым понимают также территорию к северу от платформы Карачарова, ограниченную тремя линиями железных дорог, Малым кольцом Московской железной дороги, Казанским и Горьковским направлениями МЖД, ведь именно там располагается конечная автобусная станция Карачарова, а также первая, вторая и третья Карачаровские улицы и Карачаровское шоссе. Ранее на этой территории располагались поселки Фрейзер и Кавказ, а также старые и новые Карачаровские поселки. Происхождение названия Занятием колдовством и знахарству Карачару Т.Е. Название выселки получили из-за чрезмерного пристрастия местного населения к «зеленому змею», то есть к «чарке», хотя сомнительно, чтобы во времена, когда царские указы запрещали даже гнать петухов из кабаков, кого-то могли выслать за пьянство из Москвы, от двух татарских слов «кара» и «чура», что по-русски означает «черный богаты». Значительную часть населения села действительно составляли татары, правда, большинство всегда было русским. История – село Карачарова Карачарова – это древнее село, известное с XVI века. Первое упоминание о нем как о владении Спаса Андроникова монастыря относится к 1571 году. Первоначально Карачарова раскинулась поблизости от нынешней железнодорожной станции новой Казанской железной дороги, на высоком бугре у продоключики, который славился прозрачной родниковой водой. Здесь проходила старая Коломенская дорога, а неподалеку находился большой лесной массив. Жизнь карачаровцев была не очень спокойной, так как окрестный лес постепенно стал убежищем разбойничьих шаек, грабивших на Коломенской дороге. Из-за грабежей едущие к столицу стали сторониться этой дороги, предпочитая новую Коломенскую дорогу, которая была проложена на другом, открытом месте. После разорений смутного времени Карачарова, которая в документах начала XVII века значится пустошью, отдали на строение царскому стольнику Василию и Стрешневу. Боярин не только восстановил село с двором и церковью трех святителей, но и основал на Рязанской дороге новую слободку Карачарова с 42-мя крестьянскими дворами и церковью иконы Пресвятой Богородицы. Знамение. В 1661 году Боярин вернул Андроникову монастырю село Ислободку. В последствии на месте села расположился монастырский двор с двумя садами. Ослободка разрослась и стала новым селом Карачаровым. В 1764 году село Карачарова перешло из монастырского в государственное ведомство. В 1773-1776 годах здесь была выстроена каменная церковь во имя живоначальной троицы, которая сохранилась до нашего времени. В те времена Карачарова представляла собой, скорее всего, большой постоялый двор. Торговая дорога предполагала наличие кабаков и мщицких станций, ночлежек. С годами Карачарова росло, чему опять-таки способствовали его расположение на оживленном пути и близость к Москве. Крестьянская община интенсивно развивала огородничество. В основном сажали картофель, а также специализировались на некоторых кустарных промыслах. Они вили шнуры и веревки, вязали сетки для детских кроваток и гамаков. Наиболее искусные оплетали шнуры разноцветными шелками и делали мужские пояса с цветастыми кистями. Вся эта продукция находилась быт на московских рынках. Крестьяне платили обрук Андроникову монастырю, а также отрабатывали барщину на покосных землях монастыря. К 1884 году село располагало земским училищем, тремя овощными лавками, трактиром, ста дворами с населением 260 человек. Дачная местность. В конце 19 века Перова, Кускова, Вишняки и прилегающие к ним села начинают интенсивно застраиваться дачами. Этот процесс ускорился после прокладки путей Рязанской и Нижегородской железных дорог. Особенно широкое строительство велось в районе Перовой Чухлинки, но и в районе Карачарова имелось немало дач. Живописные ландшафты этой местности были очень притягательны для москвичей. Из-за близости к Москве и Перову к дачам уже в 1870-х был подведен водопровод электричества. Понятно, что купить дачу в этом районе могли лишь обеспеченные люди. Тем не менее, строительство дач не прекращалось и было прервано только Октябрьской революцией. Ни одной дачи сейчас ни в Карачарова, ни в Перове не осталось. За время гражданской войны часть их была разобрана на дрова. А во время индустриализации все дачи были окончательно снесены. В 1904 году село было повреждено крупным смерчем В.А. Гелеровский писал в своих репортажах, стоящие передо мной люди первые встретили смерч и спаслись случайно. Все они рисуют одну и ту же картину. Впереди откуда пришел смерч. Широкое поле, за которым в верстах в трех село Карачарова и деревня Хохловка. Несмотря на пасмурное утро, даль видна хорошо и можно различить разрушенные дома. Карачарова и колокольню без креста его сорвало с частью у купола. При советской власти казалось, что Карачарова ожидает судьба многих подмосковных деревень, оседлавших дороги в столицу. К тому же, Рязанская дорога оставалась одной из самых оживленных. С конца весны до первого снега, с рассвета и до темноты по ней грохотали крестьянские телеги на кованых колесах. В Москву везли овес, сено, а из более южных районов овощи, ягоды, яблоки. В городе закупались преимущественно удобрения для полей, предметы быта. Не уменьшался грузопоток и зимой столицу снабжали рыбой, другой снедью из дальних деревень, которую хотели продать подороже. Большим спросом у московских дворников пользовались метлы. После Октябрьской революции, как и в других селах России, согласно декрету о земле был произведен передел земли с расчетом на каждого едока. Одновременно происходила ликвидация помещищих угодий и раздел их между крестьянами. 11 июня 1918 года в ЦИК принял декрет, на основании которого повсеместно были созданы властные сельские комитеты-бедноты. Они стали опорными пунктами диктатуры пролетариата в деревне и упрочили позиции советской власти в деревне. Однако и в первые годы после Октября экономика села Карачарова мало изменилась. По-прежнему владельцы огородов выращивали овощи и картофель, сбывая их на рынках Москвы. А кустари занимались своим промыслом. Свои же земельные наделы они сдавали в аренду огородникам. Но летом 1918 года, с началом гражданской войны, положение в стране резко изменилось. Тягота и лишения не обошли и подмосковные села. Москва испытывала острую нужду в продовольствии и топливе. Поэтому московские советы, московский комитет партии постановили формировать из рабочих лесные дружины для рубки дров и доставки их в Москву. Одним из таких отрядов был вырублен большой карачаровский баулин лес, еще оставшийся от огромного лесного массива. По видимости, часть дач была разобрана одним из таких отрядов «Рост промышленности». Еще в 1901 году неподалеку от Карачарова были основаны перовские вагонные мастерские, ставшие впоследствии одним из основных промышленных предприятий района. После гражданской войны и послевоенной разрухи советским правительством был принят курс на коллективизацию и индустриализацию. Первая потилетка и коллективизация сельского хозяйства в корне изменила жизнь карачаровцев. В конце 1929 года в селе возник колхоз «Красная Победа». Правда, просуществовать ему удалось лишь до 1931 года. В связи с проведением программы индустриализации для строительства заводов и фабрик понадобились земли, и земельные угодья колхоза «Красная Победа» были отведены под строительство промышленных объектов. Первыми в Карачарове строится завод «Фрезер», специализирующийся на производстве металлорежущих станков, и завод «Стальмуст». Земля отводилась не только под заводы, но и под заводские жилые дома, помещения для строителей. В 1938 году в начале нынешнего Перовского шоссе была организована складская база «Красная Победа», ныне являющаяся частью системы «Главснаб», в составе Перова, а затем Москвы. В 1938 году село Карачарова вошло в черту подмосковного города Перова. В 1948 году было принято решение о создании в Карачарове мастерских, поставляющих металлоконструкций для строящей гася высотного здания МГУ, шпиль со звездой на здании МГУ, а также первые лифты Московского университета были построены в этих мастерских. В 1950 году получивших название «Карачаровский механический завод», металлоконструкции из стали и алюминия, изготовленные на заводе, использовались при строительстве и отделке таких уникальных зданий, как Кремлевский дворец съездов, Останкинский телецентр, цирк на проспекте Вернацкого, кинотеатры, Пушкинский октябрь, Мир, Третьяковская галерея, мемориал на Поклонной горе, чаша для Олимпийского огня, установленная на стадионе Лужники, Олимпиаде-80, также изготовленная на КМЗ. При этом территория к северу от Горьковской железной дороги и платформы Карачарова уже к 1950 году была включена в состав Москвы. 8 мая 1950 года здесь, в бывшем старом и новом Карачаровском поселках три улицы были названы по расположенному рядом селу Карачарову. Первая, вторая и третья Карачаровские улицы, а само село Карачарова вошло в черту Москвы только в 1960 году в составе города Перова. Позже территория села была застроена, в 1964 году путем объединения улицы Карачарова и Рязанского шоссе был образован Рязанский проспект. Современное состояние от села сохранилось только церковь Троица Живоначальной в Карачарове. Сейчас территория бывшего села входит в Московский район, Нижегородский, а также исторический район Карачарова. О бывшем селе напоминает название исторического района Москвы, платформы Карачарова, Карачаровского путепровода, Карачаровского шоссе, 1, 2 и 3 Карачаровских улиц, 1 и 2 Карачаровского проездов, а также Карачаровского механического завода.